Турнир 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 Бойцовский клуб и бои Там уже ПФО разобран и Белатр, боже мой, перезаходим, смотрим, вот, значит, Рустам Хабилов возвращается, но возвращается никуда бы вы думали, Белатр, да, он там еще не был, но уже возвращается. Собственно, человек не дрался в 19-го года, и, конечно, из-за этого и кэпы перевернуты, да, и, как бы, вопросы, и травмы уже были у него, когда он еще в UFC был, и по кардио были проблемы, но вот так даже, вот, прикинем, да, кого, с кем он дрался, он дрался с Джейсоном Сага, не самый удобный оппонент, да, грэпплер, С Леонардо Сильвэй, не самый удобный оппонент, с Каяном Джонсоном, не самый удобный оппонент, да, Диего Феррейрой, ну, прям, Синдрей, Синдрей Хандрошко, это, конечно, удобный, вот, ну, и там, как бы, Рустам очень даже сильно устал, что, как бы, вопросы по кардио и по травмам оставляет, вот, и дают ему кого? О, Джолива Виллиса, человек, который, в принципе, хорошо шел, какое-то время даже был вообще на таком длинном стрике, да, и какие-то такие вот перспективы имел, да, вот, Миндонг победил, дали Берхамова, все, сабмишин, потом дали в собаках омосе, сабмишин, дали Кайла Кручмера, все подумали, сейчас будет тоже сабмишин, не тут-то было, победил Виллис решением. Что надо сказать, очень подвижный, очень техничный, достаточно умный боец, с хорошим тридоун-дефенсом и с хорошей кардио, да, то есть кардио, наверное, и стойка будет явно на его стороне, но надо сказать, что в целом Хабилов в стойке тоже неплохо работает, у него достаточно плохая держалка, но самый главный козырь, это, конечно, борьба, да, то есть, вот, на Паджолива Виллиса, вот, знаешь, у него хороший тридоун-дефенс, но вот, когда он на какой-то уровень выходит, он куда-то убегает, да, вот, ни Кирхамов не испытал проблем с тридоунами, да, ни собак омосе, просто, и сабнули его, вот, по щелчку пальца, сабнет, или переведет ли его Хабилов, я думаю, переведет точно, вот, насчет сабнет, это вопрос, по грэпплингу большие, наверное, проблемы у Джолива, но будет и даже пытаться сабнуть его Хабилов, я не знаю, то есть, это сложный вопрос, на котором нет ответа, ТБ я бы тут точно не рассматривал, ну, просто потому что Джолива, как бы, ну, когда переводят его, сразу же саблю, ну, как бы, интересный момент, да, который отталкивает от ТАФКИН ТБ, что, собственно, отталкивает от ТАФКИН Джолива Виллиса, да, логично. Логично, вот, Рома, как ты думаешь, пройдет бой? Ну, как пройдет бой, ну, если хотите узнать, заходите в Инстаграм Беллатора, смотрите интервью Хабилова, у него что-то там спрашивают, да, он такой, знаешь, ну, с таким прям ярким акцентом, говорит, I like suplex, говорит, I like suplex, ну, что тут еще сказать, ну, в принципе, геймплан понятен, расходимся, что сейчас, вот, на самом деле, да, действительно, понятно, что будет стремиться делать Рустам Хабилов, непонятно, конечно же, как он будет выглядеть, обязательно смотрим взвешивание, да, в Беллаторе выпускают прям видео со взвешиванием, бойцы без майк там обычно, вот, ну, это я просто к тому, что, например, если вы ACA смотрите взвешивание, там ни хрена по форме непонятно, да, они все в майках выходят, а потом в бою майку поднимает, а живот и сиськи до колена, ну, здравствуйте, а я на тебя все поставил, так вот, поэтому внимательно, конечно же, смотрим, как будет выглядеть Рустам на взвешивании, ну, я хочу заметить, что у Рустама был до этого, несколько месяцев назад назначен бой в Беллаторе, и он сам говорит, что он полностью хорошо к нему подготовился, соперник снялся, то есть не по его вине, бой отменился, и, соответственно, я думаю, должен быть он готов, некоторые видео с его тренировок я посмотрел, ну, вроде готовится, вроде пашет, но по форме все равно непонятно, плюс я вижу, что он довольно много занимается общественной деятельностью, да и сам в инстаграме он пишет, что буквально каждый день у него там первая часть дня работа какая-то там в костюме, да, условно говоря, а вторая часть дня усиленные тренировки, поэтому вполне возможно, что не прям, вот, знаешь, он супер сосредоточен на боях, но в любом случае это крайне опытный боец, это боец, который дрался на очень высоком и даже высочайшем уровне в UFC, да, потому что у него был бой с Хендерсоном, с Бенсоном, куда еще выше, ну, на тот момент, по крайней мере, то есть у него максимальная позиция хорошая, ну и, соответственно, действительно, я хочу заметить, что у него далеко не такая плохая стойка, как сейчас уже спустя годы может показаться, да, потому что раньше-то он вполне себе хорошо себя в этом аспекте чувствовал, и, конечно же, переводы, да, действительно у него бывают очень и очень классные и зрелищные, в общем, посмотрим, да, проблемки с кардио, они у него и раньше были, и, действительно, с Хандошкой он тоже устал, но, в принципе, опять же, видишь, три раунда проработать он вполне себе способен, да, он с Хандошкой в третьем устал, но переводить не мог уже, ну, как бы в трусах у него просидел, просидел раунд, забрал, забрал, какие вопросы, как говорится, к человеку, вот, и здесь у нас Джалил Виллис, да, он моложе на 5 лет, да, получается, он покрупнее, то есть у него преимущества есть некоторые, он актуальный, да, боец, он постоянно выступает, кстати, интересный момент, сенатор, он борец по своей базе, просто, но он предпочитает стойку, как ты очень верно заметил, у него хорошее кардио, он бывший чемпион организации LFA, у него там был 5-раундовый бой, я очень хорошо этот бой помню, я его в прямом эфире смотрел, и вот, это некоторая претензия, да, к Джалилу, у него вот, когда бои идут по его сценарию, это такая тыканина невероятная, просто скучная, когда он просто джебит, он очень мало работает, знаешь, возможно, из-за этого у него и кардио хорошее, потому что он работает прям минимум, то есть перестрелял на один удар, окей, хорошо, я свою работу сделал, ну, видимо, у него такие мысли в голове, да, я устал, говорит, я ухожу, итак, мы видели, собственно, как он выиграл в Беллаторе кого? Леммингера и Миндонка, Миндонка это чистый ударник, да, Леммингер это, ну, боец посредственного уровня, и то, кстати, с Леммингером такое было дерьмо собачье, вот, ну, откровенно, откровенно. С Берхамовым начало хорошее, он подхватил, если я не ошибаюсь, Берхамова за ножку, попал ему по лицу, то есть уронил его ударом, грубо говоря, да, перевел, и попытался законтролировать, ну, соответственно, был свипнут, начал подниматься, отдал шею, отстучал за секунду, за секундочку сразу же, то есть его только взяли. С Собаком Хамаси еще одна ошибка, то есть здесь даже перевода не было, он там от своего удара потерял равновесие, отвернулся от соперника, понимаешь, Собак к нему подбежал, взял его просто за корпус, киданул, закрыл удушку, просто что это было, я вот серьезно, я бой пересматриваю, думаю, что с этим человеком, он под чем вообще вышел, вот, ну, соответственно, с Кранчмана прошел, но опять же, Кранчман, окей, да, это борец, но какие выступления он показывает вообще, то есть что он из себя представляет, если у него не идет борьба, он вообще ничего не может, то есть у него стойки нету почти что, да, кардио нету, и, соответственно, получается так, что он Виллиса не мог перевести в первом раунде, и все, ну, как бы на этом его работа закончилась, да, и спокойно в своей манере Джалил Виллиса его перестрелял, но опять же, мне кажется, что переоценивать тейкдаун диффенс по этому бою Виллиса не стоит, потому что Кранчман, я напомню вам, друзья, Кранчман, он не мог перевести Кимрана Лачинова, Кимрана Лачинова, вот, я не знаю, может быть, кто-нибудь оценивает его как очень хорошего бойца, да, может быть, но он боец очень посредственный, на самом деле, причем, ну, прям очень посредственный, и, соответственно, ну, типа, навыки перевода Кранчмара под сомнением, на мой взгляд, если честно, вот, короче говоря, здесь, знаешь, вроде как за Джалила Виллиса некоторые факторы есть, то есть он вроде бы должен быть лучше в ударке, но это не точно, но вроде бы, лучше в кардио, да, скорее всего, крупнее, актуальный боец, да, который постоянно выступает, но, в принципе, здесь и я считаю, что все будет упираться в то, какой сейчас Рустам Хабилов, потому что в моем личном понимании, вот тот Рустам, который выступал в UFC, он просто на другом уровне, он не на этом уровне выступал, поэтому, если от него что-то вменяемое осталось, он, по идее, как я считаю, способен Виллиса проходить, он его способен переводить и контролировать, но посмотрим, соответственно, что от него осталось, это такие моменты, знаешь, над которыми только гадать и остается, ну и смотреть взвешивание. Если мы посмотрим на КФ, то фаворитом идет Джалил Виллис, да, 1.7 и 2.2 на Рустама Хабилова. Ну, в моем личном понимании, КФ 1.7, ставишь, минус, забираешь. Вот такие мысли, так что, если все в порядке у Хабилова будет на взвешивании, чисто внешне, мы с тобой, знаешь, как такие лютые эксперты по взвешиванию, вот так под микроскопом рассмотрим, каждый его кубик на животе, ну, если один будет, то один рассмотрим. И если все в порядке, если шарик, то не ставим, друзья. Ну и, соответственно, если все в порядке, я бы все-таки рассмотрел, подумал, хотя бы, знаешь, подумал над Рустамом Хабиловым. Вот такие мысли. А вы пишите с вами в комментариях и всем пока.